Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю. Срок сдачи – четвертый квартал 2013 года. Телефоны – 48333 и 48300. Партнер программы новости – клуб танцевального спорта «Лунапарк». Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион. В студии Ирина Меркуриева. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Незаконная торговля алкоголем и нелегальная трудовая миграция. Проблемные темы Кубани обсудили на селекторном совещании. В поселке Школьный открылся восьмой турслет. Об этих и других событиях расскажем прямо сейчас. Кубань – столица виноделия. Настоящее вино из винограда производят на специализированных предприятиях. И продают по закону и по правилам. Строго ограниченное время с 11 до 22 часов и только сопровождающими разрешительными документами. Вино на розлив из бочек под кустом и из багажников личных автомобилей вряд ли окажется качественным вином. В погоне за быстрым заработком нелегальные торговцы рискуют не только своей репутацией, под угрозой жизни и здоровья людей. Сегодня состоялся Краевой совет безопасности, на котором решали, как побороть это зло. Подробнее расскажет Светлана Авилова. Незаконное производство алкоголя по-прежнему остается одним из самых доходных видов теневого бизнеса. В регионе допускается производство вина из консервированного сусла, что позволяет недобросовестным компаниям изготавливать продукцию без винограда. В теневом бизнесе реализация такого алкоголя дает возможность быстро получить сверхприбыль. О масштабах данной проблемы свидетельствует и тот факт, что объем производства водки на Кубани за последние годы сократился, но при этом объем потребления алкоголя на душу населения не снизился и имеет тенденцию к росту. Алкогольный суррогат просто царствует на прилавках магазинов. Спирт, красители, ароматизаторы – вот основной состав. Покупая солнечные напитки за приемлемую цену, многие даже не понимают, что они со вкусом смерти. С начала года в крае умерло 200 человек, которые отравились спиртным, а всего за 5 лет их более 3000 человек. Буквально недавно образительные органы разгромили целый подпольный синдикат, производивший опасное для здоровья пойло в Крымском районе. Причем прямо на базе местного винзавода. Экспертизм показал, что в так называемом коньяке содержались психотропные вещества, ядовитые примеси. Борьба с нелегальным производством алкоголя должна вестись по всем направлениям. И это дело в чести каждого главы муниципалитета, каждого полицейского, каждого сотрудника Роспотребнадзора, отметил губернатор Кубани. Проверки на местах показали. Почти в каждом муниципалитете работу в этом направлении нужно вести ежедневно. Для наведения порядка в сфере незаконного оборота алкоголя был поднят вопрос о внесении поправок в законодательство, поскольку штрафы за реализацию фальсификата минимальны. В Краснодаре будет создана межведомственная комиссия по пресечению контрафактной алкогольной продукции. В комиссию войдут представители Роспотребнадзора, прокуратуры, полиции и других структур. Краевая комиссия должна работать, как я говорил, в свидание раз в неделю. Прошу представителей всех, так сказать, реагировать и людей тех, кто непосредственно отвечает у вас первыми лицами по этому вопросу. И мне доклад ежедневно. Вот где непосредственно, в каком районе будут, так сказать, издержки. Кто-то кого-то крышу, кто-то чего-то там покрывает или на прот. Значит, я буду лично разбираться по каждому случаю. Среди первоочередных задач, которые поставил губернатор, усиление проверок магазинов, регулярные проверки вина на качество в краевых лабораториях, а также контроль за автотранспортом, въезжающим в край. О том, как организована работа на подведомственной территории, отчитались мэры Геленджика, Сочи, Темрюка и Анапы. Глава города-курорта Сергей Сергеев рассказал, что в настоящее время установлены факты реализации алкоголя с нарушениями требований законодательства. В борьбе с нелегальным спиртным привлечены все силы администрации, правоохранительных и контролирующих органов. Работаем претензионно для расторжения договоров аренды земли, там, где земля используется не по назначению. Привлекаем энергоснабжающие организации для отключения нелегальных торговых объектов от энергоснабжения. Кроме этого, мы проанализировали, как мы можем использовать сегодня систему видеообзора «Безопасный город». И мною принято решение о монтаже новых камер на набережной в поселке Витязево. Мы намерены освещать всю нашу работу в средствах массовой информации, для того, чтобы наши герои, в кавычках, население знало. Борьба с врагатом в Анапе выходит на новый качественный уровень. По всем местной проверке, работа рейдовых групп, изъятие паленого алкоголя. Мэр Анапы Сергей Сергеев решил бросить на борьбу с этим злом не менее 20 рейдовых групп. В них войдут сотрудники администрации, полиции, казачества. Анапа вышла на тропу войны с нелегальным алкоголем. Светлана Авилова, Алексей Махортов, Анапа-Регион. И к другим темам. На краевом селекторном совещании руководители служб нескольких районов Кубани отчитались о выполненной работе по проблемам незаконных мигрантов и получили новые задания – принять исчерпывающие меры и точно выполнять поручения губернатора Кубани Александра Ткачева. Не справились с задачами губернатора Кубани в Армавире, Геленджике и Станицы Динской. Отчеты нулевые. Нелегальных мигрантов нет, хотя краевые проверки доказывают обратное. В Крымске в свободное от работы время на свалках и в заброшенных домах прячутся китайцы. В горячем ключе межведомственной комиссии проводят профилактические рейды, но информации с людьми не делятся. Опыт и работа в Анапе. В списке примеров информации доступна. Более того, власти и силовики привлекают к сотрудничеству активистов, председателей ТОСов, проводят совещания с начальниками и руководителями предприятий, обсуждают открыто проблемы, связанные с нелегальными иностранными работниками. Право нарушения преступления, антисанитарные условия, болезни и инфекции, случаи сифилиса, туберкулеза и половых инфекций среди нелегалов в 15-20 раз выше средних показателей по краю. Проблемная категория обладателей патентов на работу в России отследить сложно, устраиваются к частным лицам. На совещании отчитались. В Анапе проверили 9 адресов, где прописано более 200 человек, составили 79 протоколов. И после совещания заместитель мэра Анапы Сергей Козлов рекомендовал анапчанам не снижать темп работы и больше внимания уделять работе с населением, особенно в сельских округах. О местах проживания незаконных трудовых мигрантов можно сообщить по телефону горячей линии миграционной службы 307-21 и в ночное время 02. С общей проблемой можно справиться сообща. Наталья Пухальска, Александр Кореневский, Анапа. Регион. В лесу поселка Школьный высадился большой десант 140 юных анапчан. Здесь проходят одновременно два слета – военно-спортивный дозор и подростково-молодежного клуба «Лидер». Слет традиционный, восьмой по счету, а тематика в этом году связана с курортом, летом, морем и отдыхом. На первом дне слета побывала наша съемочная группа. Подробности у Ларисы Басовой. КВНовский шутливый тон организаторы слета клуб военно-патриотического воспитания «Ратмер» в студии 21 века Управления по делам молодежи задали на открытие, чем создали приподнятое настроение. Участникам слета предстоит предстать в конкурсах на туристическую тематику в роли спасателей, таксистов, аниматоров и так далее. Полет фантазии команд участников не ограничивается, а жюри выступает в роли придирчивых отдыхающих. Они и будут оценивать, насколько курорт готов их принять и насколько баллов обслужить. Члены жюри были представлены как гости. Гость из Таницы – веселые пуделя. Он же начальник слета, комендант лагеря Владимир Тельнюк. Гость из Тагила, ответственный за смену «Дозор» – Пронин Максим. В лес школьный слетелись 11 команд практически со всех округов города-курорт Анапы. Разбились на два лагеря – «Дозор» и «Лидер». Конкурсные задания и соревнования у них будут несколько отличаться, но одно главное – общее. Каждый вечер на вечерней свечке будет выбираться совместно с вожатами лидер дня, скажем так, от вашего отряда. В каждом отряде будет ежедневный лидер, который будет утром озвучен перед всем лагерем. И потом к нему какие-то, наверное, будут сюрпризы. Ему будет очень приятно, поэтому стремимся стать лидером. Поскольку это слет для подростково-молодежных клубов, то чтобы стать лидером – обязательные условия. Никакого мата, никакого алкоголя и, не дай бог, сигарет. Здоровый образ жизни и бережное отношение к природе родного края тоже одно из условий и руководство к действию для всех участников. Поэтому ребята по-хозяйски прибрались на главной поляне леса. Каждый день, в течение дня, ну каждую ночь, будут подводиться итоги вашего пребывания. У вас в биваках, на всей территории лагеря, естественно, должно быть все чисто, никакого мусора вы бросать не должны, потому что за это, как и за многое остальное, будут выставляться штрафные баллы. К серьезным соревнованиям готовится военно-спортивный лагерь «Дозор». Ребятам предстоит соревноваться в скалолазании, ориентировании и других туристических видах спорта. Спортивно-туристическому клубу «Каскад» это не в новинку. Они заняли призовые места в походе «Славянская кругосветка-2012» и «Краевой школе лидеров» в прошлом году. В основном мы участвуем в краевых мероприятиях, и поэтому там уровень повыше, посложнее, но команда не совсем старенькая, то есть молодые ребята, которые только вот недавно вместе сплотились, ну, большое будущее впереди, если в таком возрасте уже с таким малым опытом призовые места заняты. Готовится к конкурсным программам в лагерь «Лидер». Команда «Ушки и хвостики» из Виноградного сельского округа приняла шутливый тон организаторов и репетирует. «Холодный ветер с дождем усилился стократно, все говорит об одном, что нет пути обратно». А вот общим для обоих лагерей будет конкурс кашеваров – гостеприимная «Анапа». Репетиции уже идут. «Вначале будем гречку тушеную готовить». «Ты умеешь готовить?» «Научишь ты здесь, да?» «Да». «Тут не первый раз». «Слет продлится семь дней. Ребята наберутся впечатлений на целый год». «Мы тут находим новых друзей, новые знакомства у нас. Нам очень нравится, как проводят это все. В общем, тут очень весело и интересно». Лариса Басова, Александр Кореневский, «Анапа-регион». На сегодня это все новости. В завершении выпуска прогноз погоды на завтра. Прогноз выходит при поддержке наших партнеров. Салоны магазина изделий из камней самоцветов «Тайны Медной горы» и торгового центра «Алиса». Всегда удачный шоппинг в центре города. У каждого из нас свои желания. Кто-то любит шоппинг. Кто-то не любит шоппинг. Кто-то любит играть. А кто-то любит себя. Торговый центр «Алиса». Исполняет ваши желания. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят, как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин «Тайны Медной горы» приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон-магазин «Тайны Медной горы» подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. В четверг, 11 июля, в Анапе будет тепло и солнечно. Температура воздуха в дневные часы плюс 24 и 26, ночью до 22 градусов по Цельсию. Ветер северный, 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды у берегов Анапы 24 градуса выше нуля. Далее блок полезной информации от партнеров программы производственного предприятия «Меркурий-2» и клуба танцевального спорта «Лунапарк». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю. Срок сдачи – четвертый квартал 2013 года. Телефоны – 48333 и 48300. Они стали легендой. Девятикратные чемпионы мира. Клуб танцевального спорта «Лунапарк». Стань одним из нас. Стань чемпионом. Стань. 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 Стань.